итак добрый день дорогие друзья приветствую всех на нашем сегодняшнем эфире сейчас у нас запускается трансляция и мы стартуем пожалуйста ссылочка в чат всем всех приветствую еще раз и желаю вам чтобы вы заработали очень много денег благодаря крипто рынку и почему мы сегодня с вами разберем сегодня у нас очередной крипто дайджест где мы с вами поговорим о новостях экосистемы его речь мы поговорим о интересных новостях которые могли пройти мимо вас на крипто рынке а также разберем график биткоина и как составить сбалансированный криптовалютный портфель на биржах а также ряд интересной информации поехали итак для начала мы начнем с новостей экосистемы его речь так делюсь с вами своим экраном надеюсь видно мой экран итак одна из первых главных новостей это уже совсем скоро а точнее 15 сентября если вы смотрите нашу записи этот дайджест позже то возможно вы уже опоздали но те кто будет смотреть 1 обратите внимание что завтра 15 сентября частности состоится повышение цен на токены фнт что это за токены это токен экосистемы global unit pay то есть это платежный сервис которым я пользуюсь там можно заводить карты покупать продавать bitcoin хранить криптовалюту наши токены токены кру юнтб также там можно заказать себе виртуальную карту или физическую карту но для граждан рф снг это недоступно а вот для других граждан пожалуйста граждан других стран да и вот это платежная система абсолютно легальная сделана в по швейцарскому законодательству зарегистрирована в швейцарии вот это платежная система создает свой собственный токен который будет применяться в качестве какого-то инструмента для для того чтобы в этой экосистеме рассчитываться либо делать какие-то скидки и какие-то вещи ну то есть получается там экономить на транзакциях и делать какие-то еще дополнительные бонусы получать там всевозможные да данный токен позволит да позволит пользоваться экосистемой практически бесплатно то есть все транзакции за пополнение снятия перевод какие-то комиссии возможно какие-то новые услуги будут доставаться пользователям за этот токен соответственно будет очень интересно этим токеном пользоваться иметь у себя хранить на кошельке и так далее поэтому если вы пользуетесь экосистемой global unit pay платежной системой для вас это возможность в первую очередь сэкономить на обслуживании и во вторую очередь неплохо заработать если вы возьмете большой объем этих токенов и будете их постепенно продавать там новым пользователям обращу ваше внимание на то что это пресид раунды и уже было собрано более полутора миллионов долларов то есть был сделан сделана продаж на полтора миллиона долларов этих токенов то есть спрос есть это говорит о том что и пользователи в данного токена тоже будут идем дальше следующая новость это конечно eventi онлайн то есть объявлены продажи билетов на eventi онлайн это ну такое ежегодное событие посвященное дню рождения компании оно состоится 29 30 октября это формат онлайн мероприятие в первый день будет конференция во второй день будет трансформ трансформационный тренинг с лидерами и вы можете взять для себя четыре варианта билетов первые три предоставляют доступ к онлайн посещению если мы говорим за сильвер это только первый день 21 число да то gold и platinum дают возможность участвовать в двух днях это трансформационный тренинг доступ к закрытой группе к вип-сессиям мероприятия дополнительная возможность получить дополнительные скидки на или какие-то спецусловия на саммит 2023 года который ориентировочно состоится 23 феврале 23 года ну и билет diamond позволит получить еще бриллиантовый тур в дубай стоимость билета до 21 сентября будет 48 долларов 88 и 188 далее цены будут повышаться поэтому если вы хотите приобрести для себя билет я рассчитываю успеть взять еще билет за 188 долларов и бриллиантовый diamond скажем так билет с бриллиантовым туром стоит 5000 долларов что сюда будет включено это бриллиантовый тур в дубай двухдневное эксклюзивное участие в мероприятиях посвященных нашему событию да возможность лично присутствовать в эксклюзивном месте эксклюзивные встречи позволят полезное знакомство закрытая информация еда напитки тогда здесь вы здесь всего восемь билетов на доступно всего восемь мест это будет очень узкая встреча с топовыми людьми и возможно там будут очень серьезные люди поэтому и деньги серьезно поэтому покупайте если вы желаете я пока рассчитываю приобрести себе платину билет в рамках событий праздничных посвященных дню рождения компании и рождению программы криптоюнит новой экономической эволюции мир и экосистемы эворич в беларуси также пройдет событие в городе могилеве 18 сентября в 16.00 состоится встреча белорусских представителей компании где мы соберемся отпразднуем это замечательное событие организовывает это событие Марина Тихонова в ее вконтакте у нее странички вконтакте размещена более подробная информация об этом событии я планирую его обязательно посетить и возможно вы увидите фотоотчет в моих социальных сетях следующая новость это конечно же доступны новые способы оплаты и доставки подарочных наборов evasend то есть география оплаты и доставки увеличивается на сегодняшний день те пользователи которые приобретают себе пакеты evasend они получают они получают свои подарочные наборы в течение недели есть у нас еще ряд партнеров которые делали предзаказы и еще не получили свои наборы это связано были и с санкциями и с трудностями с логистикой и так далее ну конечно же с февраля месяца многое изменилось и это значительно отложило доставку но на сегодняшний день все работает все можно получить следующая новость это служба поддержки переходит на тикетную систему что это такое сверху в личном кабинете вы можете увидеть кнопку центр поддержки где вы переместитесь вот на такое сайт где вы уже можете выбрать определенный раздел и создать свой тикет для решения того или иного вопроса данная форма общения гораздо более эффективная если у вас возникнут трудности с переводом пожалуйста в многих браузерах есть функция перевести и вы благополучно вот я яндекс браузером пользуюсь без проблем все переводится и все замечательно работает и здесь вы выбираете какие-то разделы которые вас интересуют изменение адреса электронной почты допустим и вы вводите какие-то данные у вас создается некий тикет и пока проблема не решена вы осуществляете переписку и и вы можете отследить всю историю взаимодействия по конкретно взятой проблеме данный способ взаимодействия гораздо более эффективен чем просто поддержка в чате потому что вы сегодня пообщались с представителем там закрыли компьютер закрыли сайт и потом история переписки в чате найти эту историю переписки очень сложно а тикетная система позволяет сохранить и четко отслеживать все обращения это очень хорошо для тех у кого есть какие-то проблемы трудности сложности вы будете более эффективно взаимодействовать с компанией также очень интересная новость от биржи юнитекс пришла о том что введен несколько недель назад я рассказывал о компании fireblocos о том что компания юнитекс и firebloc подписали сотрудничество и вот уже результатом данного сотрудничества является ускорение транзакций по сети беп 20 и rc20 если раньше транзакции могли не поступать достаточно долго то на сегодняшний день депозиты и выводы осуществляются очень быстро и я думаю что это вас тоже должно порадовать так как биржа сама по себе развивается ускоряется и также там ближайшее время планируется уже увеличение ликвидности идет работа с биржами с другими партнерами и ближайшее время я думаю что биржа нас еще порадует интересными новостями также хочу отметить что в календаре в личном кабинете вот здесь где раздел вы заходите вебинары мероприятия здесь вы можете посмотреть те события которые у нас ближайшее время произойдут в на своем на вашем языке скажем так вот наш еженедельный дайджест 16.00 здесь вы можете посмотреть и я хочу обратить ваше внимание на два события это конечно же эвенти которая пройдет 29 30 числа 1 числа у нас будет бизнес форум где вы узнаете опять же много интересного отчет руководителей направлений и следующую следующую среду в 15.00 мы проведем расширенную презентацию по смарт-портфолио я думаю к тому времени у нас уже появятся новые цены в личном кабинете продукт смарт-портфолио тоже развивается и он становится гораздо доступнее большому числу пользователей и уже в следующую среду мы проведем расширенную презентацию где расскажем о том насколько эффективно и какие возможности вам даст этот инструмент ближайшее будущее почему он выгоден и эффективен мы немножко затронем в конце нашей встречи ну и давайте перейдем сейчас от новостей компании к глобальным новостям у меня есть очень интересные вещи которыми хотелось бы с вами поделиться в первую очередь это конечно же долгожданный переход эфириума на 2.0 он произойдет также через 18 часов практически одновременно с изменением стоимости токенов фнт и мы уже завтра поймем как это отразится на сети эфириум я больше чем уверен что все пройдет гладко и на цене это отразится не не критично то есть все изменения в цене эфириум именно связаны с переходом эфириума на proof of stake они уже заложены рынком то есть рынок уже запрогнозировал это изменение всем оно уже известно это не какое-то экстренное событие которое может как-то резко повлиять на изменения что может резко изменить ситуацию это какие-то технические сбои на каких-то конкретных биржах площадках и так далее но об этом мы узнаем уже гораздо позже то есть все равно переход произойдет я думаю плавно он уже не один раз проверено тестирован и сам по себе переход это чисто такая техническая новость да она глобальная почему потому что она затрагивает вторую по капитализации криптовалюты подобные новости на каких-то других проектов проходили не раз проходили и с проблемами и без проблем по разному проходили но рынок на это вообще никак не реагировал по одной простой причине что эти токены эти проекты они не такие значимые как эфириум эфириум все-таки это вторая по капитализации криптовалюта переход на proof of stake это действительно значимое событие это фундаментальное изменение блокчейна но оно не приведет каким-то катастрофическим падением либо росту цены или каким-то серьезным изменением в будущем да proof of stake в разы эффективнее с точки зрения разработки с точки зрения развития экосистемы это конечно же в долгосрочной перспективе скажется на эфириуме хорошо поэтому покупать его сейчас по полторы тысячи вполне себе нормальная инвестиция на долгосрочные этапы следующая новость это на мой взгляд очень интересная новость это о том что миша устин поручил разработать механизм работы с цифра до 1 декабря на сайте rbk можете почитать здесь говорится о том что в связи с санкционными всеми вопросами да встал вопрос о переводе средств из-за блокировки счетов у бизнеса у многих предприятий появились трудности с переводом денежных средств что еще раз подчеркнуло насколько эффективно и насколько качественно технология блокчейн позволяет изменить вот это само понятие перевода активов да или денежных средств из точки а в точку б почему потому что классическая схема перевода денежных средств из точки а в точку б она достаточно сложная громоздкая с виду да транзакции обрабатываются там с карты вы можете сейчас оплатить любую покупку в интернете но то что происходит за кадром вот вы должны понимать да если я сижу в беларуси или вы в россии делаете покупку на алиэкспресс вы то сделали ее с помощью visa mastercard это вы для вас это происходит в моменте очень быстро но для банков это происходит достаточно большая сложная система учета кто куда сколько перевел здесь включается посредник в виде mastercard а в китае у предпринимателя который вам продал товар это китайский банк у вас карточка российского банка вы делаете платеж через master visa card то есть как минимум три юридических лица задействованы это как минимум плюс еще банки посредники допустим у китайского банка и у российского банка может не быть прям ну какой-то прямой связи да и mastercard обеспечивает информационно да кому кто сколько чего должен а физически средства должны перейти из банка покупателя банк продавца и вот вся вот эта история уже застается за кадром и она достаточно сложная громоздкая и здесь очень много комиссий комиссии за перевод комиссии банки себе за работу берут комиссию берет master visa за перевод комиссию берет себе еще там сам продавец либо покупатель либо еще какие-то дополнительные сервисы эквайринги и так далее поэтому здесь нарастает вот эта стоимость этого платежа конечно в большом объеме это не так заметно на небольших транзакциях это может быть сильно заметно так вот и переход на блокчейн сам по себе позволит значительно изменить упростить и удешевить всю эту цепочку и я думаю что в правительстве уже об этом прекрасно понимают они прекрасно видят насколько сложно становится работать старой экосистеме в старом формате и эта новость говорит о том что уже даже в россии понимают в правительстве руководстве понимают что цифровые электронные цифровые активы блокчейн сделаны на блокчейн технологиях это будущее и вот создаются такие законы и как бы мы не говорили о регуляции все равно развитие блокчейн индустрии с точки зрения платежей передачи данных это все будет развиваться однозначно в развитии этой темы конечно же встает вопрос о анонимности криптовалют да то есть на сегодняшний день есть бытует мнение что криптовалюты используются для теневых каких-то сделок взяток там торговли наркотиком но на самом деле уже давным-давно доказано что использование криптовалют в теневых сделках в разы в разы просто меньше чем фиатных денежных средств и с этой точки зрения государства тоже и государства и регуляторы понимают что для борьбы с терроризмом и борьбы с незаконными всякими денежными предпринимательской деятельностью незаконной торговлей там всякими запрещенными веществами блокчейн подходит гораздо лучше чем фиатные денежные средства поэтому рано или поздно нас все равно переключат но вопрос анонимности все же стоит есть анонимные криптовалюты которые не раскрывают от кого кому куда что был какой платеж и это опять же усложняет для государства и следственных органов развязывание вот этих цепочек куда кто кому что заплатил чтобы выявить преступников да и с одной стороны мы конечно же хотим получить конфиденциальность какую-то в рамках децентрализованной открытой системы с другой стороны хотелось бы иметь какую-то безопасность и так или иначе борьба с конфиденциальностью именно с точки зрения выявления незаконных каких-то вещей она будет проводиться и государством и какими-то органами да я думаю что любой здравомыслящий человек прекрасно понимает что он может стать жертвой мошенников и он бы хотел чтобы этих мошенников нашли и наказали и тот кто потерял деньги и тот кого обманули или там там телефонные мошенники или еще какие-то я думаю со мной согласятся что если человек добропорядочный законопослушный он выполняет добросовестно ходит на работу получает свои денежные средства и ему нечего скрывать от государства от следственных там каких-то кого-то честный человек ему конфиденциальность но нужно не прям не это не критичная для него вещь но помимо того что биржи начинают бороться с анонимными криптовалютами опять же они борются именно из-за того что их регулятор заставляет это делать по большей части вот на хобби да ряд токенов были делищены которые анонимны а также вот на сайте РБК была вот такая статья вот сегодня вышла это крестовый поход против анонимных криптовалют где тоже самое аналитики рассказывают о том как это влияет на индустрию и из этой статьи понятно что само по себе сама по себе борьба с анонимностью она будет продолжаться и вот торнадо кэш такая анонимная криптовалюта была даже поданы иски в суд комиссия по ценным бумагам США там в Америке очень идет громкое дело по этому поводу да все там кошельки тоже там арестовывают счета и борются с этой анонимностью с другой стороны был на блокчейн индустрию эта борьба уже не оказывает такого глобального воздействия то есть сами по себе новости о том что что-то были стили какая-то там еще одна анонимная криптовалюта там была там делищена из каких-то бирж это уже не влияет на рынок с другой стороны анонимные блокчейны они так или иначе будут существовать у них будет какое-то сообщество комьюнити которое будет ими пользоваться но это будет восприниматься государствами и соответствующими органами как некий маркер если вы будете замечены в использовании каких-то теневых вещей да вас пометят и будут за вами пристально наблюдать вот так на мой взгляд это будет происходить с другой стороны я хочу рассказать вам о очень интересной новой технологии но она не то чтобы новая но уже несколько лет это технология известно это доказательства с нулевым разглашением вот на форклок есть замечательная статья которая достаточно подробно рассказывает о том что такое доказательства с нулевым разглашением суть этой технологии заключается в том что в публичном блокчейне допустим биткоин где все транзакции видны есть соответствующие алгоритмы которые которые позволяют не разглашая не разглашая источник происхождения средств не разглашая всю информацию о пользователях подтвердить тот факт что два пользователя могут у них есть средства на балансе они могут взаимодействовать между собой здесь представлено очень хорошее описание этой статьи и для чего может использоваться это доказательство с нулевым разглашением одно из применений это конечно же проверка проверка наличия у пользователей средств для транзакций если мы разглашаем свой кошелек то все могут узнать сколько у нас средств а вот конкретно этот протокол позволяет проверить но не разглашать да то есть он может дать понять второй стороне что да средства есть но при этом не разглашая сам наш кошелек на каком конкретно кошельке у нас есть эти средства этот протокол также может использоваться в сфер где необходимо обеспечить безопасность данных и я хочу чтобы вы поняли какую мысль есть ну допустим крупные государства да вот есть государство с точки зрения государства но тоже не особо желает чтобы все видели куда государство тратит деньги ну тут вопрос не от скрытий налогов да тут вопрос там оборонный бюджет да куда тратятся деньги на какие оборонные нужды идут деньги да или какие-то там траты траты связанные с выявлением преступников или еще какие-то вот ну такие вещи или ну есть секретные да там специальные вещи которые нужно скрыть также допустим где еще может применяться это это вот допустим крупные компании у которых очень большие объемы денежных средств если они будут напрямую рассчитываться допустим с клиентами со своих кошельков да то может получиться так что они дискредитируют свои кошельки и рано или поздно их взломают да и вот чтобы защитить свои основные капиталы может применяться вот эта технология либо при крупных сделках да чтобы понять с одной стороны не разглашать сколько есть денег у компании вообще а с другой стороны понять способна ли компания рассчитаться с партнером и так далее то есть крупным деньгам для крупных денег для акул эта технология позволяет с одной стороны не попасть с одной стороны быть конфиденциальными а с другой стороны использовать те блокчейны которые будут доступны и приняты в обществе понятно будут там условно блокчейны которые конфиденциальные они будут скажем так помечены а есть блокчейны нормальные и у них будет функция именно с доказательством функция там или вот этот смарт-контракт доказательство с нулевым разглашением которое позволит в рамках открытой экосистемы блокчейн сохранить некую уровень конфиденциальности где вы будете делиться там ограниченным количеством данных или только какими-то там ну короче блокчейн индустрия будет развиваться будет все замечательно и я больше чем уверен что вот такие технологии позволят модернизировать структуру платежей в будущем представьте себе ситуацию что вам ну допустим банально страховку за машину вы будете платить не раз в год а столько сколько машина едет по дороге если она едет по дороге страховка оплачивается не едет по дороге страховка не оплачивается вот вот даже так можно настроить теперь давайте посмотрим что же у нас происходит вообще с криптовалютным рынком как мы видим что мы до сих пор находимся в нисходящем канале за неделю сильно ничего не поменялось вот с прошлой недели с дайджеста мы сходили немножко вверх и вчера были не очень положительные новости об инфляции в сша и конечно же на это отреагировали все рынки и важно понимать что рынок криптовалют он не оторван от реальности и мы видим что в мире происходит и конечно же если мы обратим внимание на индекс доллара который продолжает свой рост уже достаточно давно это говорит о чем о том что крупные деньги крупные инвесторы стараются держать деньги в долларах именно в кэше так скажем соответственно они продают активы индекс доу джонс и индекс нсп они тоже долгое время уже там весь год они практически находятся в падении вот с переменным успехом видите и вчера вот на новости об ставке инфляции да об инфляции отреагировал как индекс нсп 500 так и доу джонс упал соответственно рынок понимает что ну рано еще экономики восстанавливается и падение продолжится хочу отметить что у нас был скажем так пик падения по индексу нсп 500 это 16 июня доу джонс тоже где-то в этих вот 17 16 июня и если мы посмотрим биткоин в этих днях он тоже был на самых низких значениях по сравнению с вот с предыдущей его историей самое интересное что биткоин в этот день он пробил свой исторический максимум который был в 2017 году в 2017 году биткоин практически вышел выше 20 тысяч долларов а в этом году он упал такого никогда не было с а в 2014 году с другой стороны у нас есть рынок криптовалютный рынок и 17 это как раз числа этот если мы мы говорим весь криптовалютный рынок не просто в отдельности биткоин да а если мы говорим за весь криптовалютный рынок Кто в этот день криптовалютный рынок не упал ниже своего пика 2017 года это очень интересные моменты он как раз вот на этой точке остановился и пошел вверх и если мы смотрим сегодняшнюю ситуацию то весь криптовалютный рынок он находится выше по отношению к этой точке чем bitcoin разница между этой точкой и текущей ценой биткоина и вот сегодня мы смотрим уже какой-то минимальный рост на сегодняшний день bitcoin показывает если мы проанализируем ситуацию вот за последние два месяца и сравним инвестирование bitcoin с инвестированием в целиком рынок криптовалют что такое рынок криптовалют рынок криптовалют состоит из биткоина еще 20 тысяч как минимум криптовалют из них первые 100 криптовалют вот если мы зайдем на coin market cup и посмотрим наши криптовалюты да вот биткоин эфириум там bnb xrp cardano solano это вот первая десятка криптовалют и вот мы можем увидеть что капитализация этой криптовалюты bitcoin в частности 383 доллара вот доминация вот здесь вот обратите внимание доминация то есть что такое доминация доминация это сколько места из всех 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 криптовалют сколько места занимает биткоин то есть какой объем рынка он занимает или ну давайте представим так что у нас есть автобус до в котором 100 мест так вот 39 мест принадлежат биткоину да и 19 процентов видите все всего этого принадлежит эфириум и дальше уже пошло на снижение если мы возьмем исключим из этого списка стейбл коины стейбл коины это токены которые равны одному доллару они тоже забирают на себя часть капитализации всего рынка но если мы рассматриваем именно криптовалюты мы можем взять биткоин эфириум и допустим токен bnb и мы получим сколько 40 50 65 процентов всего рынка то есть всего три токена это уже 65 процентов и далее как вы видите меньше одного процента занимают все остальные вот криптовалюты а если мы говорим уже о криптовалютах которые там находятся прям ниже топ-100 это будет там ну вот сотая криптовалюта давайте вот посмотрим это 0 3 процента от всей капитализации понятное дело что вот эти вот все криптовалюты они очень быстро меняются между собой местами и вот здесь находятся те золотые скажем так те криптовалюты которые могут сделать вас миллионерами и как сформировать портфель грамотный сбалансированный сбалансированный портфель он будет приближен к тому что происходит на рынке если у вас если сегодня на рынке 40 процентов принадлежит биткоину 20 процентов эфириум и 5 процентов bnb то логично именно таким же образом и распределить средства в своем портфеле это будет логично по отношению к рынку это будет наиболее такой стабильный портфель да можно конечно взять максимум там взять шибы какие-нибудь или догикоин как взять и купить на половину своих денег купить именно догикоин но если мы посмотрим конкретно на догикоин это видите он взлетел в цене и продолжает падать и какой-то там перспективы его роста очень сложно получить это манипулятивный токен который взлетел именно на новостях от илона маска и все кто ожидал роста покупая вот здесь вот здесь удерживая здесь неизвестно когда они получат свой профи и не всегда получается так что вы ставите ставку на какую-то монету допустим луна была очень перспективной монетой но к сожалению ее история всем известна и семнадцатого там где-то в начале лета она тоже к сожалению была со 100 долларов практически упала ниже одного цента и там сотни десятки центов так вот для формирования грамотного сбалансированного портфеля оптимально использовать показатель минации и если мы сейчас зайдем на наш продукт смарт-портфолио который позволяет вам собрать на криптовалютной бирже сбалансированный портфель обратите внимание у меня биткоина здесь вот из всех 800 долларов которые есть сейчас стоимость моего портфеля 815 долларов из них эти средства распределены вот в соответствии с вот этим весом между топовыми криптовалютами если происходят какие-то изменения вот допустим 9 числа давайте посмотрим вот 9 числа была предыдущая балансировка вот здесь написано что каждые семь дней у меня происходит балансировка вот 9 числа наш портфель был сбалансирован какие-то токены были проданы потому что их капитализация упала и соответственно что-то было докуплено то есть вот в данном случае токсен xtz его капитализация снизилась соответственно искусственный интеллект понимает что этот токен занимает все меньше и меньше места на рынке и соответственно его перспектива как бы не очень и он продает этот токен и покупает те токены которые перспектива которых вырасти гораздо больше чем у этого токена соответственно токен кэре от токен тэрэ икс это трон да алга и сэнт и что важно понимать смарт портфолио покупает именно топовые криптовалюты давайте посмотрим что купил тэрэ икс да вот купил что он еще купил у нас алга вот этот вот токен давайте его посмотрим что он нам показал за последнюю неделю ну за последнюю неделю видите рост но опять же вчера было была коррекция еще какой он там токен купил sand вот этот sand токен тоже прикупил а продала наш smart портфолио токен x какой-то там надо посмотреть давайте проверим так где у нас здесь нет вот здесь xtz давайте посмотрим xtz наш токен xt xt а вот с тезис точно вот он стал 39 39 в списке он ну здесь статистика поэффективнее может быть произойдет так что через неделю смарт портфолио опять купит этот токен продаст допустим sand и купит вот этот токен то есть таким образом алгоритм сам балансирует наш портфель что мы получаем в итоге в итоге мы на своем спотовом кошельке на бирже получаем вот это количество токенов биткоинов эфириумов xrp 110 до 73 а да вот мы это видим вот здесь на 73 а да xrp 110 до количество токенов они хранятся на биржевом аккаунте я в любой момент могу продать любой из них вывести и так далее то есть они не заморожены они сбалансированы и мой весь портфель обратите в долларовом эквиваленте видите здесь 200 здесь 125 здесь 36 и пошло 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 по убыванию да чем менее криптовалюта имеет веса на рынке тем меньше ее у меня в портфеле и мы таким образом получаем плюс минус похожую картину вот как на coin market cup смотрите xrp cardano solano и мы здесь приблизительно получаем то же самое xrp cardano solano видите вот как они место занимают на coin market cup столько же места вот они будут занимать давайте доги coin палька дот мать заходим сюда палька дот доги coin мать ну здесь вот доги побольше у меня потому что балансировка идет каждые семь дней а здесь на coin market cup статистика все-таки будет по пооперативней возвращаемся что тут tron avax etc пожалуйста возвращаемся на coin market cup да и это stable coin шиба я исключил tron avax etc видите прям как на coin market cup создается такой же портфель у вас на биржевом аккаунте и это абсолютно ликвидные средства в любой момент зашли продали все что угодно вывели ничто у вас не замораживается и вы в любой момент можете это продать самое интересное что здесь есть тоже кнопка продать вы в любой момент можете продать либо весь портфель либо его часть и вот очень замечательно что вы можете продать допустим 15 процентов всего портфеля то есть что сделает смарт портфолио он продаст вам каждой криптовалюты по 15 процентов да и у вас будет здесь usdt то есть 15 процентов от каждой криптовалюты будет продано и у вас формируется некий баланс в usdt и в эти usdt соответственно можете спокойно вывести с биржи использовать для покупки чего угодно единственное что вам необходимо это следить за общим развитием рынка и вот если мы посмотрим на общую рыночную капитализацию пожалуйста если бы вы сделали покупку смарт портфолио допустим или здесь вы положили средства на биржу здесь вы допустим продали вы были бы выгоден если мы посмотрим на статистику конкретно нашего портфеля с за последние два месяца пожалуйста мы видим что инвестиция в смарт портфолио то есть за счет балансировки сколько было балансировок давайте даже 17 числа я по статистике посмотрю так давайте мы история за последние семь дней начало семнадцатый ой так август семнадцатое число отсюда возьмем и конечная дата 14 поставим поиск вот пожалуйста было там 9 31 и там еще где-то будет до 30 с первого много было балансировка сделано 10 18 24 все и видите смарт портфолио что-то продает что-то покупать делает это автоматически и в итоге что мы получаем что инвестиция в смарт портфолио она более выгодная чем инвестиции в bitcoin если бы за два месяца я два месяца назад купил бы bitcoin я бы заработал там условно семь процентов если бы я два месяца назад купил биткоин я бы заработал семь процентов а смарт портфолио зарабатывает для меня кумулятивную доходность виде 17 процентов за счет вот этой балансировки то есть мы можем убедиться в том что на долгосрочном этапе смарт портфолио будет гораздо эффективнее чем инвестиция конкретно там узкий перечень криптовалют человек никогда не сможет физически для человека самостоятельно проанализировать допустим топ-30 криптовалют понять что продать что купить рассчитать сколько надо продать купить чтобы сбалансировать грамотно портфель это очень сложно и человек в принципе на такое не свободе не способен физически даже сделать там купить 100 криптовалют на бирже 30 или 100 зайти и купить это как минимум 15-20 секунд у вас займет и умножьте на 100 это уйдет у вас как минимум час работы чтобы а если еще рассчитать а если еще сбалансировать понять что покупать что продавать это очень сложно так вот смарт портфолио позволяет сэкономить вам силы средства и время на то чтобы сформировать вот такой вот сбалансированный криптовалютный портфель который будет состоять из топ-30 топ-100 или топ-50 криптовалют для портфеля из топ-30 достаточно иметь на бирже от 600 долларов и выше для криптовалютного портфеля из 50 криптовалют достаточно полторы тысячи долларов и выше для портфеля из 100 криптовалют криптовалют достаточно двух тысяч долларов и выше но на бирже хобби на бирже хобби работают только портфель топ-50 и топ-30 потому что биржа хобби не так много возможностей у биржи не так много не такая большая ликвидность не так много токенов представлено на бирже хобби бинанс в этом случае конечно лидер что еще хотелось бы показать вам о том что у биржи хобби объявлен конкурс если вы еще не имеете аккаунта на бирже хобби вы можете получить двойную выгоду то есть вы можете приобрести смарт портфолио за 300 долларов открыть себе аккаунт на бирже хобби положить туда сумму 600 долларов выполнить условия а условия здесь достаточно простые и касаются они исключительно новых пользователей подчеркиваю вас не должно быть этого аккаунта то есть если у вас нет аккаунта на хобби пожалуйста вы можете приобрести смарт портфолио зарегистрироваться на хобби внести от 5 долларов на свой счет сделать как минимум одну спотовую сделку на сумму не менее 1 доллара а смарт портфолио при распределении как раз сделает вам там 30-40 сделок на хорошую сумму и если вы выполните выше указанные три задания в течение 48 часов после регистрации вы получите приветственный бонус если более чем через 48 часов после регистрации вы получите еще в размере ну бонус в размере 350 долларов то есть вы можете фактически получить бесплатно смарт портфолио потому что стоимость данного продукта менее 300 долларов вот даже если вы сейчас зайдете на биржу и сделаете зарегистрируетесь вот сделаете внесете 5 usdt завершите одну сделку на 1 доллар и то вы можете получить там 700 долларов мы обязательно с каким-то из наших партнеров это протестируем и скажем вам о результате этой акции ну и давайте подведем итоги по нашему блокчейну блокчейн крипто юнит посмотрим наши балансы на биржах я вот веду тоже статистику по балансам каждый день каждую неделю мы отмечаем сколько токенов юнтб у нас поступило на бирже и а я хочу показать что на за эту неделю токенов юнтб на бирже стало меньше на 1 миллион токенов о чем это говорит о том что люди кто-то купил эти токены то есть купили токенов больше и вывели из бирж чем положили на бирже но это хороший сигнал это говорит о спросе о том что токены приходят уходят ну вот в среднем это около двух тысяч две там полторы тысячи долларов в неделю приходит уходит на бирже пока какого-то вот рывка там не будет вот может быть мы в ближайшее время можем увидеть вот вот ведя статистику такую мы можем увидеть ага если увеличился приток или увеличился спрос на токены это будет для нас являться каким-то сигналом вот если представьте себе ситуацию если резко начнет вот этот изменяться количество токенов там не миллиона там десять миллионов начнет уходить с бирж это будет говорить о том что люди покупают этот токен был появляется спрос и соответственно на этом можно заработать и вы можете инвестировать ну что ж мы подводим итог нашим нашему сегодняшнему дайджесту сегодня с вами был иван этот час вы провели с экосистемой эварич мы сегодня узнали много нового напомню новости по экосистеме эварич мы поговорили сегодня о анонимности и доказательств с нулевым разглашением мы поговорили о смарт-портфолио о том что вы можете для себя создать этот сбалансированный портфель сделать это очень просто в кабинете волт кру вам необходимо пополнить кабинет ближайшее время будут новые цены и самое главное что именно через неделю 21 числа вы узнаете новые подробности и вы можете прийти на вебинар где вы получите максимально много информации о том как работает смарт-портфолио как на этом заработать как он формирует сбалансированный портфель и сколько это все удовольствие стоит и как с помощью этого инструмента реализовать свои финансовые цели и задачи всем удачи успехов пока пока